Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. В преддверии нового учебного года в образовательных учреждениях Карачева-Черкесии проходит учение по антитеррористической безопасности. Одно из мероприятий по профилактике угроз теракта и воздушной тревоги было организовано сегодня в Центре для одаренных детей «Спутник». Подробности в сюжете корреспондента Артур Мхцы. До начала учебного года считанные дни. Самое время уделить внимание безопасности педагогических коллективов. Тем более, что в современных реалиях данная мера не кажется лишней. В Центре дополнительного образования «Спутник» участниками профилактического мероприятия стали руководители и преподаватели образовательных организаций Черкеска. И такие занятия в дни всероссийских учений проходят повсеместно. Очень важно, чтобы сегодня педагогический персонал наших образовательных организаций научился правильно действовать в такой ситуации. Сегодня, когда у нас в стране действует режим СВО, каждый человек, особенно взрослое население, должны понимать важность получения таких навыков. «Со 2 сентября у нас начинаются учебные занятия, и мы каждый день будем со своими детьми, и с первых дней мы с ними, конечно же, будем отрабатывать и те навыки. Это касается и общеобразовательных организаций, это касается и учреждений дополнительного образования». Цель профилактического мероприятия – дать взрослым людям представление, как действовать в подобной ситуации, чтобы в случае необходимости обезопасить себя и своих воспитанников. Полученную сейчас информацию педагоги затем должны довести до подопечных. По плану, актовый зал с людьми захватывают вооруженные злоумышленники. Звучит система оповещения о нападении. Сотрудники моментально закрывают кабинеты и баррикадируют входы. На место прибывает группа реагирования. После того, как нападавшие обезврежены, люди могут спокойно покинуть места пребывания. «Во всем нужна тренировка. Люди, чтобы не боялись, знали, как себя вести и действовать в данной ситуации. Чем больше тренировок, тем больше у людей откладывается понятия, как себя правильно вести. Многие просто не знают. Нужна тренировка, отработка, чтобы люди это чувствовали на себе». «Внимание всем! Воздушная треховая». Еще одно испытание на скорость принятия решения – это реагирование на информацию об угрозе атаки беспилотника. Сотрудники учреждения образования постарались оперативно покинуть помещение и эвакуироваться в подвалах здания. Во время учений время не играет особой роли, но в реальной ситуации отслаженности действий и своевременного исполнения правил эвакуации могут зависеть жизни людей. Занятия прошли при непосредственном участии служб экстренного реагирования, для которых учения также стали еще одной возможностью для отработки собственного алгоритма действий. Артур Мухцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Автоинспекторы Карачаево-Черкесии провели в курортном поселке Архыс оперативно-профилактическое мероприятие, уделив особое внимание сфере оказания услуг туристам. Смотрите подробности. Пока одни в Карачаево-Черкесии наслаждаются красотами горных пейзажей, другие заняты обеспечением безопасности на автодорогах. Оперативно-профилактическое мероприятие полицейских в курортном поселке Архыс было направлено в первую очередь на проверку качества предоставляемых туристам услуг. Тем более, что аренда квадроциклов как автомобилей повышенной проходимости пользуется здесь огромным спросом. В первую очередь обращают внимание на использование ремней безопасности, использование мотошлемов, а также техническое состояние всего выдаваемого автотранспорта. В ходе выявления административных правонарушений устанавливается собственник, с ним проводятся профилактические беседы. Если имеется административное правонарушение, то он привлекается к административной ответственности. Профилактическим беседам с владельцами внедорожников, участвующих в организации джиппинга, было уделено особое внимание. Все-таки далеко не каждый собственник квадроциклов или его персонал соблюдают существующие требования, следят за состоянием транспортных средств. А ведь неисправность авто может привести в том числе к трагическим последствиям. Наличие лицензии, контроль технического состояния внедорожников, их обслуживание, предрейсовый медицинский осмотр – это и многое другое должно быть в полном порядке. Общались дорожные полицейские с туристами, которые решили разнообразить свой отдых экстремальной поездкой по бездорожью. Объясняли им правила пользования квадроциклами. К примеру, что ремни безопасности – это не формальный атрибут, а чаще всего жизненная необходимость. Рема необходимы? Да. Но проверяли, допустим, обслуживающие организации, спрашивали, есть ли у вас права наличие возможности управлять транспортным средством? Да, спрашивали. А то, что у транспортного средства нет номеров, ну понятно, что это не туристов вина? Ну да, мы же не можем контролировать эти вопросы. Наличие номеров. В ходе последних рейдовых мероприятий было выявлено 28 административных правонарушений. Из них по использованию ремней безопасности 5 нарушений, использование мотошлемов было, и 4 транспортных средства было направлено на прекращение регистрации в связи с изменениями в конструкцию кузова. Все нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством России. Артур Макцелий-Бастанов при содействии Пресс-службы регионального управления МВД. Вести, Карачаево-Черкесия, Архыс. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после продолжим. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Ветер восточный 5-10, порывы будут до 14. Температура воздуха ночью 13-18, в горах до плюс 11, днём 25-30, местами до плюс 21. В южных районах высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду, днём будут порывы до 14, температура ночью 16-18, днём 26-28 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Этнографический музей «Карачаевское подворье» на Медовых водопадах отметил юбилей. 10 лет назад руководитель известного курорта Муса Баташев решил, что помимо развлечений отдыхающие должны знать об истории, обычаях и традициях местного населения и притворил в жизнь свою идею. О том, что из этого вышло, расскажет Алла Качиева. Все началось 10 лет назад со сторожевой башни, которую построили здесь, на Медовых водопадах, по подобию старинной. Спустя время внутри обосновался очаг карачаевской культуры, и Карачаевское подворье пополнилось десятками экспонатов. Заходя в музей, попадаешь в другое измерение. Здесь как будто остановилось время. В Карачаевском музее на Медовых водопадах представлены десятки экспонатов 19-20-21 веков, самому старинному из которых более тысячу лет. Достопримечательности разных эпох, найденные в окрестностях Малокарачаевского района. Старинная одежда, кухонные приборы, разные виды оружия, бытовые предметы, лошадь и баран карачаевской породы, другие животные. Сегодня в этнографическом музее есть на что посмотреть и чем удивить. Здесь можно увидеть быт и услышать традиции. Какие традиции были? Допустим, многие наши традиции удивляют тех, которые приезжают. Допустим, как у нас говорят, гость – это посланник Всевышнего. И то, что человек, переступающий твой порог, он твой гость. Даже будучи, он твой кровник, если спасаясь от кого-то, переступил твой порог, ты не имеешь права ему предъявлять, что он твой кровник. До того, как ты не решили его проблемы, накормил, напоил, проводил, после этого он опять твой кровник. Но в тот момент, когда он переступил твой порог, он твой гость. И юбилей карачаевского подворья разделили те самые гости. Делегации из Кабардино-Балкарии, городов и районов Карачаева-Черкесии, руководство администрации Малого Карачаева, многочисленные туристы со всех уголков России. Хотел бы поблагодарить руководителя этого туркомплекса за тот труд, который он вкладывает в развитие, для развития туризма, за его общественную позицию, за то, что он один из тех, который поддерживает участников спецоперации наших ребят на передовой, не просто словами, пожеланиями, а конкретно, материально. Очень важно, что здесь не только красота природы, красота человеческой души, но и, главное, распространяются традиции карачаевского народа и того народу, который здесь исконно проживает. Соответственно, есть и музеи, и национальные блюда, и много чего еще. Поэтому люди, уезжая из медовых водопадов, зайдя в этот этнографический центр, музей, они получат гораздо больше информации о том, что здесь, откуда здесь, но и, главное, о народе, его быте, который здесь, собственно, из поколения в поколение существует. Мастер-классы по народным ремеслам, выступления фольклорных коллективов, угощения, приготовленные по старинно-карачаево-балкарским рецептам, были представлены присутствующим. Тут представлена наша кухня, карачаевская кухня. Я написала вот эту книгу, там я раскрыла 52 блюда карачаевской кухни. Но есть такие блюда, которые уходят со стола карачаевцев. Это крымфчин, это халпама, это кучума. Вот, понимаете, вот это уходит. Очень жаль, конечно, я научилась от своей мамы, которая прекрасно готовила все, все делала. Поэтому мне очень приятно все это представить всем, как добрый утро, как нашел ко мне. Планов по сохранению истории, языка, обычаев, традиций, культуры и по развитию туристической отрасли у руководителя медовых водопадов Муссибаташева много. Мы вообще планируем где-то вот с сентября месяца проводить мастер-классы субботу, воскресенье в один день в неделю. Это по изготовлению наших чинов, наших сыров, мастер-классы по ту-степсию и так далее. Это все вести, которые мы успеваем вам рассказать. Прямо сейчас смотрите блок политической рекламы и далее продолжение фильма «Дождь на исходе лета». Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!